Свою традиционную встречу с жителями Олег Хромов начал со вступительного слова, предвосхищая накопившиеся вопросы по поводу состоявшихся недавно публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, вызвавших большой резонанс в обществе и волну слухов и пересудов в социальных сетях. Дело в том, что по закону каждое из семи поселений района может утвердить ПЗЗ только при наличии действующего генерального плана и проведенных публичных слушаний. Из семи поселений на сегодняшний день все семь уже имеют документы первичного территориального планирования, то есть генеральные планы. Больше всего волнений вызвали схемы ПЗЗ города Видное, представленные главой архитектуры Московской области. На них розовым цветом была закрашена центральная часть города, в том числе улицы Гаевского и Заводская. Обозначение данной зоны – многоэтажная застройка. Но не потому, что на этой территории будут строить высотки, а потому, что там уже расположены жилые дома этажностью выше девяти этажей. Например, на советском проезде. Глав архитектуры Московской области зафиксировала существующее положение в центре города Видное, назвав вещи своими именами. Если это многоэтажная жилая застройка, сложившаяся уже на сегодняшний день, значит она – многоэтажная жилая застройка. Ввиду приближающихся выборов 10 сентября, определенная группа лиц, желая заработать политические очки, стала распространять ложную информацию о якобы сносе малоэтажных домов в центральной части города. Никакие дома в Видном снесены не будут, заявил глава. Показательно то, что ни в одном муниципалитете области, кроме Ленинского района, не возникло подобных проблем с трактовкой изначальной схемы. Также получили распространение слухи о будущей застройке Тимоховского парка. Я понимаю, что очень справедливую критику, возмущение у многих жителей вызвало, когда зону Тимоховского парка покрасили в комплексное устойчивое развитие территории. Еще раз хочу повторить, администрация с подобной инициативой не выходила, она такую инициативу не поддерживает. Мы поддержим инициативу, что зона Тимоховского парка застраиваться не должна. И должна быть покрашена, мы эти все предложения дали, в зону рекреации, и таковой и должна и остаться. Все предложения и замечания по проекту ПЗЗ, поступившие в рамках публичных слушаний и в личных обращениях, были отправлены в главу архитектуру на доработку. В остальных поселениях района ситуация спокойнее. Со всеми главами проекты ПЗЗ были согласованы. Например, в развилке он полностью совпадает с принятым недавно генпланом поселения. У нас теперь есть основной документ поселенческий, в соответствии с которым должна вестись градостроительная деятельность. То есть это позволяет нам на сегодняшний момент руководствоваться основным законом. По ходу встречи главе района также было задано много индивидуальных вопросов, касающихся очередей в детские сады, строительства новых медицинских учреждений, развития дорожных сетей. Также несколько вопросов по тарифному регулированию тоже были сняты уже после личного общения, после встречи. И они уже не потребуют дальнейшей проработки. Нам нужно будет просто их узаконить, тем самым все-таки эти встречи помогают и мне получать обратную связь от жителей. И самое главное, снимать и мелкие вопросы, которые присущи любому муниципалитету в стране. В целом, как заявил Олег Хромов, диалог получился конструктивным. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Продолжение следует...